МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фигура Сергея Юрьевича Витте вызывает противоречивые оценки. Некоторые говорят о нем как об архитекторе российского экономического чуда рубежа веков. Другие как о виновнике потери страной экономического суверенитета, создание долговой спирали, что стало одной из предпосылок революции. Но одно несомненно, Витте на посту министра финансов не просто реагировал на меняющиеся обстоятельства, но воплощал целостный замысел модернизации страны. Он был не технократом, как сейчас сказали бы, а практикующим идеологом. Давайте обсудим, в чем состояла его идеология и насколько удалось ее реализовать. 1892 год. Сергей Витте, занимавший пост министра путей сообщения, становится министром финансов Российской империи. Он продержится на этом посту 11 лет и проведет ключевые реформы, среди которых переход России на золотой стандарт рубля. 1897 год. Начинается строительство Китайско-Восточной железной дороги, сокращенно КВЖД. Эта магистраль проходила по территории Манчжурии и соединяла Владивосток с Порт-Артуром. КВЖД была детищем Сергея Витте, который лоббировал интересы России на Дальнем Востоке. 23 августа 1905 года. Несмотря на то, что Сергей Витте уже фактически находился в опале и вызывал сильнейшую неприязнь у императора, именно его делегировали от Российской империи для заключения мирного договора с Японией. Россия, потерпевшая поражение в войне, могла бы понести гораздо большие территориальные потери. Но Витте удалось отстоять интересы своего государства. Здравствуйте, в эфире программа «Власть факта», я Михаил Ремезов. Мы сегодня обсуждаем интересный сюжет из области экономической истории, и я рад представить вам наших гостей. Это Александр Владимирович Пыжиков, профессор Московского педагогического государственного университета и ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Валерий Леонидович Степанов. Наверное, не будет преувеличением сказать, что в России весь XIX век в плане экономической политики прошел в дискуссиях между сторонниками свободной торговли и протекционистами. Витте во многих отношениях подвел черту под этим спором. Не случайно еще до того, как стать министром финансов, он опубликовал такую научную брошюру «Национальная экономия и Фридрих Лист», в которой он обращается к опыту ведущего теоретика промышленного воспитания нации, как называли Листа. Что значила для Витте апелляция к этому немецкому автору, Александр Владимирович? Витте являлся выходцем из таких славяно-фильских кругов, где имя Листа было не пустым звуком. И вот те же Аксаков Иван Сергеевич, я имею в виду другие мыслители-публицисты, они всегда оперировали к Листу, отмечали эту его работу, поскольку те идеи протекционизма, в том числе, которые Лист пропагандировал, они были очень созвучны их пониманию того, как должна... То есть у нас славянофилы Листа читали и пропагандировали? Конечно, конечно. Это да. Но я напомню, что все-таки Лист – это все-таки первая половина XIX века. Вот тогда пришлось его наиболее активное, значит, его научная и публицистическая деятельность. И Лист в данном случае, а его имя поэтому известно, потому что славянофилы его отмечали, да еще и Витте, значит, продолжил, так сказать, его поднимать на щит. Лист – это просто первый толчок, толчок. А эстафету Листа была принята совершенно другими людьми, имена которой совершенно стерты. Вот у нас, даже в научном сообществе немногие их помнят, но, собственно, они и составили ту славу немецкой исторической школы, которая разрабатывала истоки модернизации, отличной от англосаксонской. Валерий Леонидович, тогда скажите нам несколько слов вот об общем контексте возникновения немецкой исторической школы. Насколько я понимаю, вы рассматриваете эту интеллектуальную традицию, в качестве источника вот тех историй модернизации, которые в 19-м и 20-м веке случились, и в данном случае случились с нашей страной на рубеже 19-20-го веков. Да. Эти появления германской исторической школы связаны с реакцией германской экономической науки на учение Листа. То есть в противовес всем тезисам английской классической школы об универсальных экономических законах, апологии частной собственности, конкуренции, да, глобализации, международного разделения труда и так далее, и так далее, германские ученые выдвинули тезис о том, что науку того или иного государства должна заниматься прежде всего национальными экономическими особенностями. Так? Изучать конкретно экономику нации. Поэтому историческая школа. Да, конечно. Идти от истории хозяйства, хозяйственной системы. Идти от истории, да, от конкретно исторических условий. Дело в том, что это была вполне оправданная, такая позиция, потому что Германия в то время по сравнению с Великобритальей и Францией представляла собой раздробленную отсталую страну экономически. Конечно, и говорить о применении в тогдашней Германии принципов классической политической экономии было невозможно. Кроме того, германские ученые, они как бы шли от своей собственной традиции, от экономической и татистской традиции привычной. И, конечно, испытывали большое влияние со стороны сформировавшейся в первой четверти XIX века исторической школы права. Было такое, связанное с именем Леопольда фон Ранке. Вот, которые отставили вообще принцип историзма при анализе социальных явлений. Идти только от истории, только от национальных особенностей. Кроме того, не будем сбрасывать со счетов влияние философии Шеллинга и Гегеля, которые, как известно, абсолютизировали государство. И подчеркали его самодавляющее значение. И отставили примат верховной власти, над индивидуумом. Если классики говорили, что экономический человек в центре всего, что приоритет должен быть его интересов по сравнению с интересами общества, то в немецкой экономической науке было все наоборот. Так что влияние было сильное. И поэтому историческая школа прошла целый ряд этапов в свое развитие. И Лист был предтечей. Лист создал свое учение для Германии, как для страны, которой предстоит догнать передовые промышленные державы. Он выдвинул лозунг «Опора на собственные силы». Для этого требуется протекционизм, создание собственной национальной промышленности, конкурентоспособной, и только потом смягчение таможенной охраны и отход от этих заградительных пошлин. Вот это концепция Листа была в таком смысле. Он был пророком настоящего величия Германии, созданного князем Бисмарком по началам его доктрины. Так Сергей Витте написал о Фридрихе Листе. О наследии выдающегося германского ученого идут бесконечные споры. Кто он? Один из авторов экономического чуда Германии или неудачник, чьи взгляды давно устарели? Фридрих Лист родился в августе 1789 года в маленьком южнонемецком городке в семье Кожевинник. После окончания университета он мог бы выбрать академическую карьеру, однако вместо профессорской кафедры предпочел занятие политикой в маленьком германском королевстве Вюртемберг. Вскоре за крамольные речи и статьи в защиту таможенного союза Лист оказался в крепости, а в 1825 году в эмиграции в Америку. Через пять лет с багажом новых идей и солидным капиталом Лист вернулся в Старую Европу. Он много путешествовал, публиковал книги, пропагандировал строительство железных дорог в Германии. А в 1841 году, чтобы поправить свое пошатнувшееся финансовое положение, Лист написал небольшой трактат «Национальная система политической экономии», бросивший вызов идеям знаменитого Адама Смита. На множестве исторических примеров экономист доказал, что принцип свободы торговли, который Адам Смит считал универсальным условием процветания, ведет слаборазвитые экономики к порабощению и упадку. Взамен Лист предложил протекционистскую таможенную политику как основу промышленного развития. Высокие таможенные ввозные пошлины должны были оградить молодую промышленность от конкуренции с индустриальными державами, пусть даже ценой уменьшения благосостояния. Богатством в настоящем экономист предлагал пренебречь ради могущества в будущем. Отказ же от великой задачи создания собственных фабрик и заводов мог, по мнению Листа, привести к гибели целых наций. Насколько я понимаю, Лист во многом не столько ученый, сколько публицист, практик, энтузиаст с таким живым слогом. Вот эти авторы немецкой исторической школы экономики, они систематизировали его. Развили его импульс и превратили это в элементы научной школы. В элементы государственной политики они превратили. Что кроме, скажем так, вот этой вот идеи о том, что государство может и должно вмешиваться в торгово-экономические отношения внешние для того, чтобы выращивать собственную промышленность перед лицом более сильных конкурентов. Это идея, которую Лист отставил на множество исторических примеров европейских. Что кроме этого заложено в методологическую основу немецкой исторической школы? Да, ну Лист – это такой оппонент Адама Смита, если называть вещи именами. Да, да, да. То есть это все-таки та более далекая эпоха, если мы берем даже 19-й век. А вот развитие бурно исторической школы получило вот в 80-е и 90-е годы, то есть конец 19-го века. И здесь очень важно вспомнить, каким образом это произошло. Ведь на самом деле эти все люди, они находились на периферии научной мысли в Германии, потому что в 50-е, в 60-е годы там правило балл такая либеральная публика. И, кстати говоря, Бисмарк, ранний Бисмарк, как раз ориентировался на них. На либералов. На либералов. Но вот тот кризис, который разразился к концу 70-х годов, он кардинально поменял политическую жизнь Германии. Вот Бисмарк понял, что те либеральные доктрины, которые его друзья постоянно прокачивают через него, они не приводят к тем результатам, которые он ожидал на германской почве. И вот 1880 год, это ученые-германисты называют такой важной датой, это второе объединение Германии. Второе рождение, значит, Германии. С чем связано это второе рождение? Это связано с тем, что Бисмарк начал полностью дистанцироваться от либеральных деятелей и обратился совершенно к другой незнакомой для него группе, с которой его не связывали там дружеские отношения, как вот с либеральной сначала. Это как раз и была вот эта вот немецко-историческая школа. То есть это люди, которые сформулировали новый государственный курс. Он был сформулирован в их научных трудах, а Бисмарк взял его на вооружение и превратил его уже в элемент ведущей государственной политики. Вот правильно, если коротко, в чем, собственно говоря, состоял сердцевина этого курса. Я для себя в трех таких, значит, китах вижу. Первый кит – это, конечно, социальная политика. Вот это действительно в трудах этих ученых социальная политика получила полную разработку. Это ставили во главу угла отношения между трудом и капиталом. Именно в Германии при Бисмарке это стало внедряться. Да, это именно в Германии. Да, вот это вот социальная политика. И самое главное еще, если говорить современным языком относительно немецко-исторической школы, они сформулировали понятие среднего класса. И, собственно, эти открытия по праву принадлежат немецко-исторической школе. Только теперь оппонентом их был, если у Листа это был, значит, Смит и Рикардо, как вы обвинули. А у этих марксисты? Конечно, у этих уже был Маркс. Вот была жуткая, значит, идеологическая такая вот борьба, противостояние между марксистами Карлом Марксом и, значит, вот названными этими немецкими профессорами. И Маркс, кстати, в этой борьбе, он занимал такую, если можно сказать, маргинальную нишу тогда в Германии. А эти профессора, Шмоллер, Вагнер, Барентан, теперь получили уже огромную поддержку от власти. И, собственно говоря, Германия в 80-х, 90-х годах и начало 20-го века – это уже вводчина в интеллектуальном плане немецко-исторической школы по праву. Валерий Леонидович, можно помимо этой темы социальной политики и элементов социального законодательства, которые Бисмарк стал вводить, какие-то государственные решения, направления государственной политики, связанные с принципами исторической школы в Германии? Да, именно Германии, понятно. Во-первых, это введение боевых пошлин, повышение таможенных пошлин, то есть протекционизм таможенный, 79-й год. Это выкуп железных дорог в казну. Русские железные дороги были полностью выкуплены государством и частично были выкуплены дороги других государств, которые входили в Германскую империю. Всего около 70% железных дорог принадлежало государству к началу 20-го века. Кроме того, конечно, социальное законодательство, рабочее законодательство. В Германии впервые, впервые в мировой истории было введено обязательно государственное страхование рабочих по старости, по болезни, по инвалидностям. Это был совершенно новый прорыв такой колоссальный. И пример Германии, конечно, стал вдохновляющим для многих других стран, в том числе и для России. То есть у нас 19-й век часто называют веком экономического либерализма. Получается, что под конец, в последний, скажем так, третий, была создана другая глобальная могла. Абсолютно. Просто это заслоняет славянофильская тематика. Славянофильская тематика. Опять там Победоносцев, там Катков, значит, и прочее. Это... Я удивляюсь, почему? Хотя вот взгляните на круг источников, и картина начнет вырисовываться. Нет. Опять вот Победоносцев, славянофилы поздние уже, да. Вот это и есть тип альтернативы. Да ее никто тогда не считал альтернативой. Это... Если считали, то меньшинство. А большинство интеллектуальной публики, образованной, я не имею в виду там правительство, а в более широком контексте, все смотрели на немецкую историческую школу. Это был бум, вот о котором Валерий Ильич нам расскажет сейчас. Вот тезис, скажем, о доминировании государства в экономике. Как нельзя лучше подходило для России, так? У нас же этатистская страна. Идея инициативной роли монархии при образованиях. Да, конечно, в нее свято верили многие поколения русских. Ждали всего обновления от монархии. Вплоть до, может быть, начала 20 века, да. Ну, а с дождением крестьян-то, да. Да, конечно, монархия, она должна править, она должна руководить, наставлять. И поэтому, конечно, эти идеи воспринимались очень позитивно в России. А вот государственный социализм в понимании немцев, да, у нас воспринималось как попечительство, да, верховной власти над своими подданными. Для России это тоже нормально, это очень понятно. Кстати, у нас политика по отношению к рабочему классу, если в Германии это патернализм, у нас это называлось политикой попечительства, да. То есть верховная власть заботится. Да, да, свою формула. Она заботилась о своих рабочих, о своих подданных. Вот. И поэтому выводы немецких мыслителей, они способствовали утверждению в общественном сознании таких идей, как автарки, этотизм, протекционизм, государственный патернализм и так далее. И эти принципы считались наиболее подходящими, оптимальными для России. В мае 1896 года забастовало 30 тысяч рабочих текстильных фабрик Петербурга. Поводом стал отказ владельцев оплатить нерабочие дни во время коронации Николая II. Однако главной причиной недовольства рабочих оказалась неспособность властей решить застарелый рабочий вопрос. Воспрещается оставлять фабрику до истечения договорного срока без согласия на то хозяина, требовать от него какой-либо прибавки платы сверхустановленной. За стачку виновные подвергаются наказанием. Так гласили правила внутреннего распорядка Московского металлического завода Гужона. До 1880-х годов большинство рабочих, находившихся на положении полукрепостных, были обязаны беспрекословно повиноваться хозяевам. В табеле штрафов Морозовской мануфактуры за неисправную работу и нарушение порядков было 735 пунктов. Любые предложения ограничений всевластия владельцев наталкивались на мощное противодействие лобби промышленников. Лишь в правлении Александра Третьего под давлением забастовок и знаменитой Морозовской стачки была создана фабричная инспекция, на которую была возложена задача предотвращать конфликты предпринимателей и рабочих, ограничен труд детей и женщин, регламентированы штрафы. 19 января 1885 года чиновник Министерства финансов Сергей Витте опубликовал в славяно-фильской газете «Русь» статью о рабочем вопросе. В ней он признавал необходимым скорейшее установление полных законов о рабочих и строгой инспекции для надзора за их исполнением. Спустя 10 лет в должности министра финансов Витте получил шанс на реализацию своей политики. «К счастью, в России, в отличие от Западной Европы, не существует ни рабочего класса, ни рабочего вопроса». Так оптимистично утверждал Витте уже в должности министра. В 1894 году Витте подготовил закон о реорганизации фабричной инспекции. Контрольные функции этого органа значительно расширялись. Правда, в специальном наказе было указано, что чинам инспекции в одинаковой мере близки интересы как фабрикантов, так и рабочих. На практике это вылилось в усиление полицейских функций фабричной инспекции. Сразу после масштабных стачек питерских рабочих была создана комиссия, которую возглавил Владимир Ковалевский, ближайший сподвижник Витте. На комиссии обсуждались существенные послабления рабочим и ограничения рабочего дня. Однако представители предпринимателей, такие как Савва Тимофеевич Морозов, выступали категорически против существенных послаблений. В 1897 году император подписал долгожданный закон о продолжительности рабочего дня. В итоге промышленный рабочий стал трудиться не более 11,5 часов днем и 10 часов ночью. Это был результат компромисса. Тем не менее фабриканты довольно быстро научились обходить закон, повсеместно распространилась практика сверхурочных работ и труд в праздничные дни. В начале 20 века командой Витте была подготовлена целая программа обширных реформ в сфере рабочего законодательства, в том числе предложения о праве рабочих на экономические забастовки. Но все эти проекты были положены под сукно. Итог десятилетним усилием Витте и его попыткам решить рабочий вопрос подвела Первая русская революция. Накануне Кровавого Воскресенья к Витте, занимавшему престижный, но малозначимый пост председателя Комитета Министров, пришла делегация рабочих и интеллигенции. Они просили авторитетного политика остановить готовящиеся кровопролития во время марша 150 тысяч питерских рабочих. Витте направил делегацию к министру внутренних дел, а после развел руками и сказал, что ничего больше сделать не может. Вот упоминали рабочее законодательство, вот эта страховая часть, которая впервые была в Германии, так и у нас то же самое. Ведь рабочие законы в России, рабочие законы, очень прогрессивные. Почему? Потому что это калька с немецкого. Это калька с немецкого, которая была окончательно введена в полном масштабе в 1912 году. Его лет 10 вводили, там революция просто помешала, не до этого было. С точки зрения методологии немецкой исторической школы, механические заимствования плохи. Я бы сказал, что совсем механические. Я и говорю, насколько эти заимствования были органичны, потому что, опять же, с позиции этой самой немецкой школы все должно вызреть на уровне национальных институтов. Вот, кстати, правильно, это очень правильная поправка к тому, что вот я говорил. Например, вот создание среднего класса, это базовый такой кит, на котором немецкая школа создавалась. Но там понятие среднего класса в Германии уже в 80-90-х годах во многом связывалось с рабочим. Там индустриализация огромная прошла, и доля городского населения уже была значима, там до половины уже доходила. То у нас какой средний класс может быть на основе пролетариата, которого к концу 19 века еще недостаточно развит? Вот, поэтому о чем здесь? Как средний класс здесь приводит? Крестьянство. Конечно, крестьянство, и только крестьянство. Это основная часть населения. А что значит на базе крестьянства дело средний класс? Вот вам Столыпинская реформа. Вот это и есть творческая переработка, это создание среднего класса в крестьянской стране. Не в индустриальной, как Германия, а в крестьянской. Кстати, надо отдать должное, Петру Аркадьевичу, он никогда и не считал себя автором. Вот это очень важно. Он всегда считал себя реализатором вот этих наработок. И действительно, это был в нашем смысле слова арговик мощнейший. И он, собственно, был призван для того, чтобы реализовывать вот эти все наработки, которые на самом деле готовила целый слой вот этой управленческой элиты, верхушкой которой был Столыпин и Витте. В конце 19-го, начале 20-го века, да? Да. Одно из отличий, вот вы упомянули развитие среднего класса в городах, а другое отличие, наверное, связано с тем, что когда немцы стали вводить протекционистские таможенные тарифы, у них в большей степени наличествовало сложное машиностроение, чем в России. Им уже было что защищать с точки зрения промышленности, не так? Насколько успешной, с точки зрения, была протекционистская практика, которая с конца 19-го века в России применялась? Был ли у нас другой путь? Да, действительно, это нужно было сделать. Но другое дело, ведь сам лист не был таким ультрапротекционистом. Он считал так, что когда промышленность создвела, мы стали конкурентоспособны, мы постепенно эти ограничения начинаем убирать. Он подчеркивал, что на первом этапе, когда есть сильный диспоритет, и страна действительно отсталая, режим свободной торговли может быть полезен. Издержки протекционизма очень велики на самом деле. Представляете, что такое? То есть убирается западная конкуренция, иностранная для России, и внутренние наши производители становятся во многом монополистами. Это значит искусственно вздутые цены, это недостаточная мотивация технической модернизации производства и многие-многие другие моменты. Это ясно. Но вот эти все вещи, как их удавалось избежать на рубежа веков, в период, когда уже привитый, как министр финансов, этот протекционистский режим был включен? Да, но, понимаете, он еще не выполнил свое высшее предназначение к тому времени, потому что нам предстояло пройти довольно длительный путь в этом смысле. Для того, чтобы стать конкурентоспособным с другими державами, и процесс развития шел, конечно, очень сильный. Но потом привитый был уже дифференцирован, этот тариф более гибкий, введен в 93-м году. То есть здесь политика была гибкая достаточно. Как у конкурентоспособного, гибкий протекционизм такой. Начало 20-го века. Основной торговый партнер Российской империи – соседняя Германия. После объединения немецких земель в единое государство, которое произошло в 1871 году, Германия совершила мощный экономический рывок. Перед Первой мировой войной доля Германии во внешнеторговом обороте России составляла 38%. Что касается самой Германии, то для нее торговля с Россией не была столь значимой. Всего 13% внешнеторговых связей приходилось на Россию. Россия закупала у Германии готовые изделия. Это были машины, станки, продукции химических предприятий, шерстяные и хлопчатобумажные ткани. Словом, высокотехнологичные продукты. А что Российская империя поставляла в Германию? Экспорт носил сырьевой характер. Это была продукция сельского хозяйства, в первую очередь пшеница, рожь, ячмень, овес, а также масло, яйца и лен. Долгое время такая ситуация устраивала Германию. Но в последние четверти 19 века ее собственное сельское хозяйство начало бурно развиваться. Немецкие юнкеры, так назывались крупные землевладельцы Германии, имели большой вес в государстве, и под их давлением правительство стало принимать законы, вводящие большие пошлины на ввоз зерна из-за границы. Максимума эти пошлины достигли в 1902 году, и для России они были огромным бременем. Необходимо было заключить торговый договор с Германией, позволяющий снизить эти ставки. Эта непростая задача и встала перед Сергеем Витте, который уже давно противостоял Германии в таможенной войне. Еще при Александре Третьем министр финансов Витте стоял за протекционизм в экономике и ценой больших усилий добился от царя и министров повышения таможенных ставок на немецкие товары. Это было ответом на политику Берлина. «Таможенная война, которую развязал Витте, большинству сановников казалась безумием. Витте вспоминал об одном своем публичном выходе. Когда я вошел в залу, то все от меня сторонились, как от чумы. Всюду шли толки о том, что я втянул Россию чуть ли не в войну с Германией, что началось это с таможенной войны, а так как Германии не уступят, то все это, несомненно, окончится войной с Германией, а затем и общеевропейской войной. И я буду, если уже и не есть, виновник этого бедствия». Но тогда, в 1894 году, Витте удалось заключить торговый договор с Германией, который был довольно выгоден для России. Срок договора составлял 10 лет и истекал в 1904 году. Следующие переговоры Витте пришлось вести уже в условиях русско-японской войны, когда Россия была крайне уязвимой, а сам Витте превратился в фигуру ненавистную императору Николаю II. Новые условия договора с Германией были гораздо хуже. Таможенные пошлины удалось снизить, но Россия в тот момент не могла диктовать свои условия. Тем не менее, этот договор вовсе не был настолько разорительным для России, насколько это представляли средства массовой информации. В 1906 году Витте был отправлен в отставку с поста председателя Совета министров. Линия противостояния Германии ослабла. Правда, ученые и экономисты предупреждали, что Российская империя постепенно становится сырьевой колонией Германии. Но их голоса не могли быть услышаны при дворе, где были совершенно другие настроения. В итоге к Первой мировой войне Россия пришла крайне зависимой от Германии в плане экспорта промышленных товаров. А выкуп железных дорог привитый, кроме общих соображений того, что прогрессивный опыт Германии надо использовать, чем было продиктовано? Это было довольно сложное решение. Понимаете, в чем это объяснялось? Потому что у нас не было единой точки зрения в России в верхах по поводу степени государственного строения железных дорог. Более того, два ведомства, например, госконтроль, Министерство путей сообщения требовали вообще все дороги промышленников забрать у частных. Все государственное. Посмотрите, в Пруссии. Прекрасное, высокоразвитое хозяйство. А понятные отвечали, да, это Пруссия. Извините меня, у нас же все-таки Россия. И потом, извините меня, возложить на казну полностью, полностью заботу о железнодорожном транспорте, это очень дорого. Все равно нужно мобилизация каких-то средств населения, аккумулированных в капиталах акционерных обществ. И как раз Вышнеградский, а вслед за ним и Виты, выделили концепцию, которая, мне кажется, оптимально подходит для России. Так называемое смешанное железнодорожное хозяйство. Сильный госсектор, да, железнодорог, может быть, доминирующий и сосуществующий с высокодоходными, действительно, такими жизнеспособными акционерами железнодорожными обществами. Что и было сделано. Более того, им даже помогли, были созданы такие очень крупные, крупные объединения частных железных дорог, которые отчисляли определенный процент в казну со своих доходов. И это взаимодействие осуществлялось очень успешно. То есть вот такая модель была выдвинута. Туршниковский Виты. А государственные железные дорог, это была настоятельная необходимость по очень прозаической причине тогда. Разворовали все. Да, створилось что-то невообразимое. Вы не представляете, вот эта вот железнодорожная сеть, которая создана была при Александре II, и кое восхищаются некоторые ученые, что какое достижение. Да вы посмотрите, во что она обошлась. На самом деле это обошлось с ее доделками, поскольку она была в явно нерабочем состоянии, аварийность была, зашкаливала. То она обошлась на самом деле в сумму государству, потом уже вот эти доделки, которые соизмеримы с выкупными платежами за землю, которые крестьяне 50 лет выплачивали. То есть это уже придумать такого даже невозможно. Это то, что делалось по концессионной модели. Да, это вот это вот наследие вот этих концессионеров. Конечно, когда все это посчитали, во что это обошлось, во что это вылилось, во-первых, доделывать нужно было бы, и доделывать пришлось государству. Это первое. Второе, нужно от этих господ как-то избавиться было. Вот это так называемых железнодорожных королей. Никто не понимал, почему и за что эти люди получают деньги, когда там поезда под откос летят. Представляете, люди едут на поезде, и вот тут вагоны под откосом их убирать не успевали. Потому что эта сеть была для этих господ не как производственный объект, а как объект финансовый. Конечно, вот и государству взялось этот перекос выправлять. Поэтому вот эти вот железные дороги, что они под государственной контролем проходили, это настоятельная необходимость. Тут уже не до теории о жизнях пассажиров речь шло. Понятно, поучительно. Знаете, как называли железные дороги в народе? В народе. Костоломкин. Да, да. Аварельность была чудовищная. Значит, что интересно, к началу 20 века и в Германии, и в России одинаковый процент железных дорог, находящихся в руках государства. 70 процентов. Что в Германии, что в России. Очень интересно, правда? Совпадение. А потом были проведены финансово-контрольные мероприятия, поставили все финансы под контроль государства, частных компаний, постепенно. И потом потихонечку начали, значит, выкупать. Почему отечественная экономика остро отреагировала так на финансово-экономический кризис с начала века, 900-е, 903-е годы? Вроде бы были собственные внутренние источники роста. Не, ну кризис-то мировой был. Это не только в России. Мы были привязаны. Чем более ровная экономика, она привязана. Это вполне циклический кризис. Это норма. Другое дело. При ВИТе все, так сказать, набрался бурный рост, и когда все это началось, так сказать, да, этот кризис, ВИТ-то, конечно, поставили это в вину, хотя лично, конечно, он не был настолько виноват. Что можно сказать о ВИТе как личности, как политике, как управленце? Я правильно понял, что с вашей точки зрения, ну, скажем так, то, что ставится в заслугу ВИТе, было во многом развитием инициатив его предшественников? Я имею в виду протекционистскую политику? Да, конечно. ВИТе попал в очень удачный момент, потому что очень многое было заложено уже, да, при Бунге и Вашнеградском. Были определены принципы железнодорожной политики, да, началась подготовка денежной реформы. Вашнеградский собрал огромный золотой запас уже, которым ВИТе воспользовался. И ВИТе пришел уже после того, как пик голода 1991-1992 годов, уже, так сказать, закончился. Экономика начала уже постепенное восстановление. Как итоги модернизации вот этого периода, когда ВИТе был министром финансов, а это действительно бурный экономический рост и развитие рубежа веков, повлияли на складывание революционной ситуации? Потому что модернизация – это же не только возможность, это и вызов для страны. И получается, что страна немножко перегрелась, не справилась вот с этим темпом движения, набранным. Вы имеете в виду, насколько модернизация способствовала углублению социального конфликта? Да. Любая модернизация к этому неизбежно ведет, потому что, конечно, углубляется противоречие между трудом и капиталом, прежде всего. Растет рабочий класс, становится более квалифицированным, более образованным. Да, это естественная тенденция. И, конечно, этот класс начинает заявлять о своих правах. Так что это нормальное совершенно явление было. Я бы сказал еще о другом. Каковы личные заслуги Витта в модернизации все-таки страны? Однажды взгляд. Я тут хочу, так сказать, скажу, помнить об одном моменте, связанном со Сталопинской аграрной реформой. Ведь дело в том, что эта реформа фактически должна была увенчать здание реформ самого Витте. Ведь Витте эту реформу начал практически. Вот американские исследователи, вот у них есть книжка о Витте… Аграрную реформу. Да, да, реформа Сталопина-агарная. Мелленджеры Томпсон, они писали, вот я процитирую сейчас их, почти дословно, что аграрное законодательство в 1906-1911 годах стало прочно ассоциироваться с именем Сталопина. А огромный вклад Витте в эту реформу был просто забыт. А ведь посмотрите, с чего эта реформа началась. Ее же Витте начал. Отмена выкупных платежей. Грандиозное дело. Выкупные платежи, введенные актом 1961 года. Это первое. Второе. Реформа Крестьянского банка, которая потом в руках правительства Сталопина стала мощным рычагом для... Банк Крестьянского банка. Создан в Бунге, да. Но две реформы Крестьянского банка провел Витте с 95-го года, значит, с 96-го года. И, наконец, создание землеустроительных комиссий по инициативе Витте, которые, собственно говоря, и занимались этой реформой. Вы начали говорить, Александр Владимирович, о том, как вот та траектория модернизации, которая была выбрана, повлияла на усиление социального конфликта в бизнесе. Если посмотреть немножко шире, труд и капитал, те решения, которые были заимствованы с Германией в плане прогрессивного социального законодательства, оказались недостаточными? Да, нет, нет, они оказались недостаточными. Они были правильными. Но вот в чем смысл? Сейчас вот юбилей столетия революции, и очень много раздается мнений, значит, что же это, вот почему причины там, да, вот это вот как раз вот мы к социальным последствиям модернизации подходим. То, на самом деле, если все было плохо, была теория, да, тогда, понятно, случилась революция там, да, она это все разрешила. Теперь уже основная часть специалистов склоняется к тому, что был модернизационный рост, и очень серьезная модернизация была, и рабочее загадательство как составная часть, обязательно социальная, это все было. Тогда непонятно, а почему же, значит, революция произошла. Так вот, на самом деле, эта модернизация, которая набирала обороты, и стала причиной февральско-мартовских событий. И я в этом глубоко убежден. Спасибо за разговор, мы уже его завершаем. Вначале мы говорили с вами о немецкой исторической школе, то есть не только об экономической истории России, но немножко об истории идей. Мне эта тема кажется важной, потому что мы, образованные люди, интересующиеся экономике, не до конца видят ее как некую экономическую парадигму, альтернативную и либерализму, и марксизму. Своего рода третий путь в экономике, которая сделала акцент на трех принципах. Я бы так их выделил, они в нашем разговоре звучали. Первый – это солидарность труда и капитала. Второй – это значение нематериального капитала. Понимание того, что капитал – это не то, что имеет непосредственную именовую стоимость, а то, что позволяет выращивать и создавать производительные силы. Это язык и культура, и доверие между людьми. Вот этот вот широкий контекст понимания социального капитала, который уже потом в экономической науке 20 века, институциональном направлении экономической науки, был поднят на новую высоту. И третье – это, конечно, протекционизм. Понимание того, что разные уровни развития стран, которые осуществляют торговый обмен, это вызов для отстающих, и вызов, на который необходимо реагировать по продуманными мерами выращивания национальной промышленности. Уже современный автор, китайский, прошу прощения, корейский, экономист Ха Чжунг Чанг, он написал интересную книгу, даже не одну, и в одной из них он использует хороший образ отброшенной лестницы. Этот образ довольно четко иллюстрирует то, что хотели сказать и Фридрих Лист, и Сергей Витте. Промышленные развитые страны забрались вверх. По лестнице протекционизма, а затем отбросили лестницу, сделав все для того, чтобы другие страны, отстающие, не использовали эти протекционистские инструменты. Прямо или косвенно, помешав им использовать эти инструменты. Сегодня на внешнеэкономической арене мы видим, что протекционизм снова становится актуальным, эта традиция все больше реабилитируется, притом со стороны западных политиков и экспертов. Будем надеяться, что и нам удастся восстановить эту отброшенную лестницу протекционизма и взобраться по ней к собственной истории успеха. Это все на сегодня. До встречи на канале Культура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин